Здравствуйте, глупо-важаемые коллеги! Вашему вниманию представляется доклад на тему «Устойчивость к противомикробным препаратам. Глобальные проблемы человечества». Вопросы безопасности пищевой продукции и устойчивости к противомикробным препаратам обсуждаются на самом высоком международном уровне. Организации объединенных наций, продовольствия сих хозяйств организации ВОН, Семейная организация здравоохранения, Международном эпидемиотическом бюре, Всемирная организация про охрану здоровья животных и Всемирной торговой организации. Устойчивость к противомикробным препаратам является одной из основных угроз существования человечества, и это положение закреплено на международном уровне. В своем докладе на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь сказал, что устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой глобальную угрозу для здоровья средств существования, и достижению целей в области устойчивого развития. Все из устойчивости к антибиотикам, противовирусным препаратам и противопаразитарным и противогрибковым средствам, обусловленных их чрезмерным или ненадлежащим применением, их эффективность все больше снижается, что серьезно сказывается на здоровье людей, животных и потенциально растений, и негативно отражается на качественных продуктах питания и состояниях окружающей среды и мировой экономики. По мнению Всемирной Организации Здравоохранения, устойчивость к антибиотикам сегодня является одной из самых больших угроз для глобального здоровья, продовольственной безопасности и развития. Устойчивость к антибиотикам микроорганизма могут возникнуть у любого человека в любом возрасте и в любой стране. Устойчивость к антибиотикам возникает естественным образом, но неправильное использование антибактериальных препаратов у людей и животных ускоряет этот процесс. Все труднее становится лечить растущее число инфекций, таких как пневмония, туберкулез, гагарея, сальмонеллез, поскольку антибиотики, используемые для их терапии, становятся все менее эффективными. Устойчивость к антибиотикам приводит к более длительному пребыванию в стационаре, более высоким медицинским расходам и повышенной летальностью. Согласно трактовке Всемирной организации здравоохранения, резистентность к противомикронным препаратам развивается в результате изменения бактерий, которые становятся устойчивы к антибиотикам, используемые для лечения вызываемых им инфекций, и распространяются двумя основными путями. Первый путь – это прием пациентами антибактериальных препаратов, что может привести к проявлению в различных блокусах организма человека лекарственных устойчивых бактерий. В дальнейшем при посещении такими пациентами лечебно-профилактических организаций устойчивых к противомикронным препаратам микроорганизмов могут передаваться другим пациентам, что в подавляющем случае происходит из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм и правил противоэпидемического режима. И далее по цепочке уже от таких пациентов бактерий, лекарственных устойчивых бактерий, распространяются среди всего населения. И второй путь – это назначение антибиотикам животных, которые используют для производства пищевой продукции и применения их при выращивании в хозяйственную культуру, что также может привести к появлению резистентных штабов, которые в дальнейшем могут попасть к людям через продукты, окружающую среду или при прямом контакте с животными. Как видно из приведенного рисунка, глобальное потребление антибиотиков неуклонно растет, а их использование среди крупного рогатого скота, птиц, свиней и рыб более чем в два раза превышает использование среди людей. Достаточно серьезно стоит проблема использования антибикробных и лекарственных средств животного острова. Так, по данным Управления по контролю за продовольствием в лекарственных средствах США, около 80% антибиотиков, произведенных и купленных на три страны, используются в животноводстве для лечения в качестве стимуляторов роста в кормогровую добавку. В 2017 году мировое потребление антибиотиков среди животных составило порядка 93 тысяч тонн, а по прогнозу группы международных экспертов СДЭП, ФАО и других, к 2030 году ожидается рост применения на 11,5% до 104 тысяч тонн. Растет число доказательств того, что продовольствие является главным проведником антибиотикозистентности у человека, и на сегодня не существует эффективных мер контроля пищевых продуктов с задержанием всех используемых антибиотиков. Нельзя не отметить и влияние водоподобновения, санитарей, гигиены и очистки источных вод на устойчивость к противомикробным препаратам. Это и влияние предприятий по производству противомикробных средств, учреждений здравоохранения, мест проживания людей и различных отраслей сельского хозяйства. Таким образом, антибиотики после своего производства находятся в некоем непрерывном круговороте и контакте с микроорганизмами, что способствует развитию устойчивости к антибактериальным препаратам. В связи с таким выраженным селективным прессингом устойчивость микроорганизмов к антибактериальным препаратам не может внести негативных последствий. И если не предпринимать экстренных мер по борьбе с устойчивостью в глобальном масштабе, то тогда, по прогнозам аналитиков, смертность среди населения планеты от инфекций, вызванных антибиотикозистентными микроорганизмами, может составить к 2050 году более 10 миллионов человек. В том числе в Северной Америке более 300 тысяч человек, в Европе и Южной Америке порядка 390 тысяч человек в каждом регионе, в Африке порядка 4 миллионов 150 тысяч человек, в Азии порядка 4 миллионов 750 тысяч человек. Ежегодные суммарные финансовые потери к 2050 году могут составить более 100 триллионов долларов США, что будет равно примерно 8% мирового валового внутреннего продукта. Основными причинами возникновения приобретенного в стойчивости противомикробных препаратов является нерациональное применение антибиотиков в практике лечебно-профилактических организаций различного профиля, уровня и принадлежности, выражающиеся в необоснованном назначении препаратов, несоблюдении дозировки, длительностью курса антибиотериальной терапии. Также одним из факторов является неконтролируемое применение антибиотиков в населении в быту, представленное в основном самолечением и безрецептурным отпуском противомикробных препаратов. И еще одним фактором является нерациональное применение антибиотиков в сельскохозяйственном секторе, в основном в животноводстве и птицеводстве, а также в акукультуре и растеневодстве, причем не только для лечения заболеваний, но и в качестве профилактических средств и стимулирующих добавок. И в пищевой промышленности, в качестве консервантов, причем как препаратов не только исключительно в ветеринарном назначении, но и таких наименований лекарственных средств, которые используются для лечения антибиционной патологии различной локализации среди людей. Целью определения чувствительности микроорганизмов к противомикробным препаратам является определение как тактики антибактериальной терапии, так и мониторинг за распространением резистентности среди микроорганизмов и в процессе изучения новых препаратов. Целью мониторинга устойчивости к противомикробным препаратам является выявление распространения антибиотикорезистентных изолатов в различных локусах организма человека и животных и различных группах продукции, спектр противомикробных лекарственных средств, в котором устойчиво выделены штаммы, и составление рекомендаций возможного противодействия устойчивости к противомикробным препаратам. Можно выделить несколько уровней исследования и анализа устойчивости к противомикробным препаратам. Это глобальный, общемировой уровень, межгосударственный, национальный, региональный и локальный. Среди глобальных систем надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам можно выделить глобальную систему надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам, а на которой поддерживается стандартизированный подход к сбору, анализу и обмену данными, касающихся устойчивости к противомикробным препаратам, на глобальном уровне для информированных лиц, принимающих решения и стимулирования местных, национальных и региональных действий. Совместную инициативу ВОЗ и партнерство лекарств от забытых болезней – это глобальное партнерство по исследованиям и разработке антибиотиков, которое поощряет исследования и разработки через государственные частные партнерства. И к 2023 году нацелено на разработку и предоставление до четырех новых методов лечения за счет улучшения существующих антибиотиков и ускорения вывода на рынок новых препаратов. И межведомственная координационная группа по устойчивости к противомикробным препаратам, учрежденная Генеральным Северным Организациям Объединенных Наций, для улучшения координации между международными организациями и обеспечения эффективных глобальных действий против этой угрозы безопасности здоровья. Сопредседателями группы являются заместитель Генерального Северного ООН и Генеральный Директор ООС. В ее состав входят высокопоставленные представители соответствующих агентств ООН, других международных организаций и отдельные эксперты из различных секторов. Помимо глобальных систем надзора за антибиотикоэзистентность, существуют региональные и национальные. Примерами таких систем являются ЕАРС, Европейская система по надзору за антибиотикоэзистентностью. Одна из лучших в мире программ мониторинга – это датская комплексная программа мониторинга и исследования устойчивости к противомикробным препаратам ДЕНМЭП, Национальная система мониторинга устойчивости к противомикробным препаратам для кишечных бактерий США НАРМС и канадская комплексная программа надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам ЦИПАРС. Также можно упомянуть региональные и национальные данные, которые имеются на доступных информационных ресурсах. Это ресурсы CDC и FDA, Центра по контролю и профилактике заболеваний и Управлению по контролю за продовольствием и лекарственными средствами США, СДЭП, Центры динамики, экономики и политики заболеваний, ресурсы региональных бюро в обществе продовольствия и хозяйств организации ООН и Всемирная организация по охране здоровья живого. Какие же меры принимаются для противодействия этой глобальной организации? Ну, надо упомянуть, что в начале Всемирной недели осведомленности об этим микробных препаратах, которые проводятся ежегодно с 2015 года и представляют собой глобальную кампанию, направленную на повышение осведомленности об устойчивости к противомикробным препаратам во всем мире и поощрение передового опыта среди населения, работников здравоохранения и лиц, определяющих политику, в избежание дальнейшего возникновения и распространения лекарственных условий в инфекции. Всемирные недели осведомленности об антибактериальных препаратах проходят ежегодно с 18 по 24 ноября. Ее девиз – противомикробные препараты. Обращайтесь с осторожностью. На международном уровне Всемирной организации здравоохранения в 2015 году был принят глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. АФАУ с 2016 года также разрабатывает и осуществляет планы действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. В 2019 году в рамках глобальной системы надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам вышло руководство по молекулярным методам диагностики антибиотикорезистентности, в котором сказано, что тесты, используемые в молекулярной диагностике устойчивости к противомикробным препаратам, позволяют являть гены, связанные с формированием механизмов устойчивости у микроорганизмов. Молекулярные и фенотехнические диагностики устойчивости к противомикробным препаратам дополняют друг друга, а данные, полученные с помощью молекулярной диагностики устойчивости к противомикробным препаратам, позволяют получить дополнительную информацию для эпиднадзора и лучше понять появление глобальных механизмов устойчивости. Под эгидой ГОС и ФАО работает комиссия Кодекс Алиментариус, система международных пищевых стандартов. В настоящий момент основными документами разработанной комиссии Кодекс Алиментариус по проблеме антибиотико-резистентности являются нормы и правила по мининизации и препятствию возникновения устойчивости к противомикробным препаратам. Сейчас проходит новую редакцию и руководство по интегрированному подзору за устойчивость к противомикробным препаратам пищевого происхождения. Проект данного документа сейчас обсуждается экспертами комиссии Кодекс Алиментариус. В 2019 году был разработан и в течение двух лет активно проходил обсуждение проекта плана совместных действий государства-участников СНГ по предупреждению распространения устойчивости к противомикробным препаратам. Принятие данного плана обусловлено распространением устойчивости к противомикробным препаратам, несущим биологические и экономические угрозы к государству-участникам СНГ. Комплекс мер, предусмотренный планом, основывается на анализе ситуации, связанной с реализацией национальных мер по противодействию распространению устойчивости к противомикробным препаратам государствам-участникам СНГ. Целью плана является развитие сотрудничества государства-участников СНГ и реализация координированных действий государства-участников СНГ в области предупреждения и ограничения распространения устойчивости к противомикробным препаратам. На основе обмена опыта в области лучших практик с использованием инструментов, одобренных международными профилями и организациями, включая семьюную организацию здравоохранения, продовольствие и хозяйственную организацию ООН и другие организации-организации объединенных наций, направленные на здоровье и сбережение граждан государств и участников СНГ. В Российской Федерации основными документами, нормативной основой по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам является указ президента об основе государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Федеральный закон о биологической безопасности в Российской Федерации, стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года и стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. Мониторинг антибиотико-резистентности бактерий в Российской Федерации проводится на различных уровнях. Это и мониторинг клинических изолятов, мониторинг изолятов из объектов окружающей среды пищевой продукции, ветеринарный мониторинг микроорганизмов, выделенных от больных и павших животных, и различные научные исследования. В системе Роспотребнадзора осуществляется мониторинг за резистентностью, связанной с применением антибиотиков в практике медицинских организаций, референс-центром по мониторингу за инфекциями, связанной с сказанием медицинской помощи, и мониторинг резистентности, связанной с применением антибиотиков в пищевой индустрии, референс-центром по мониторингу достаточного количества антибиотиков и антибиотико-резистентности бактерий в удовольствии в сырье и пищевых продуктах. Последний был создан в 2018 году в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека, в соответствии с реализацией распоряжения правительства Российской Федерации номер 185-Р. Он был организован на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии и Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Целью деятельности референс-центра является организация и проведение мониторинга и формирование базы данных по остаточному количеству антибиотиков и антибиотикоустойчивым микроорганизмам к продовольствиям сырья и пищевых продуктов, оказание консультативно-методической и практической помощи территориальным органам и организациям Роспотребнадзора, организациям и учреждениям стран ЕАЭС и СНГ по определению остаточного количества антибиотиков, пищевой продукции и антибиотико-резистентности бактерий. В состав референс-центра входит также 8 опорных баз, находящихся в каждом из федеральных округов Российской Федерации. В ходе проводимых исследований в референс-центре используются различные современные методы для определения остаточных количеств антибиотиков – это физико-химические, иммунохимические методы и определение чувствительности микроорганизмов к продовольствиям сырья и пищевых продуктов, микробиологические, мал-дитов-маспектрометрия и использование автоматическими пригодительственными анализаторами, и молекулярно-генетические исследования пациентов в реальном времени и секвенирования нового поколения. Создан и постоянно модернизируется программный модуль мониторинга антибиотиков и пищевой продукции, предназначенный для формирования общей базы данных, по остаточному количеству антибиотиков к продовольствиям сырья и пищевых продуктов и антибиотикорезистентности бактерий на территории Российской Федерации и стран-партнеров. Увеличивается постоянно количество исследованных противомикронных препаратов пищевой продукции. Так, если в 2018 году их количество состоялось в 8 групп при 46 наименовании препаратов, то за 2019 и 2021 год их количество увеличилось до 12 групп и 95 наименований препаратов. Наиболее часто выявляемыми противомикронных препаратов в пищевой продукции являются тетрациклины, хлорамфиниколы, хинолоны, аминогликозиды, бутстроцин, пенициллины и некоторые другие. Количество проб, в которых обнаружены антибиотики, составляет около 12%, а пробы с превышением допустимого уровня антибиотиков – 1-2% от исследованных проб. На сегодняшний день исследовано и депонировано в рабочую коллекцию и реперенс-центром почти 4,5 тысячи характеризованных штаммов бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам, как из Российской Федерации, так и стран-партнеров. И, как мы видим, наибольшее количество устойчивых к противомикробным препаратам изоляторов в Российской Федерации выявлено в мясе птицы и птицепродукты. Их доля составляет порядка 40-50%. Из готовой продукции – 26-33%. Мясной продукции – порядка 19%. Остальные 5-8% приходятся на кондитерские, рыбные и молочные продукты. Среди резистентных микроорганизмов, выделенных с продовольствием сырья и пищевых продуктов, около 62% приходится на сальмонелл, 26-34% на салатистый стрелококок и 3-11% на листыри. При проведении молекулярно-генетических исследований сальмонелл, устойчивых к трём наиболее антимикробным лекарственным средствам, наиболее часто выявляемые секвенс-типами были СТ-32 сальмонелл-энтерико-серавар-энфантис в 67-70% и СТ-11 сальмонелл-энтерико-серавар-энтеритис в 50%. Остальные 23-26% приходились на прочие секвенс-типы. Среди антибиотикоустойчивых изрядов сальмонелл-энтерик в Российской Федерации выявлены генетические детерминанты резистентности к аминогликозидов в 55-100%, тсульфонамидов в 44-73%, в 47-76% катитациклина, в 31-36% катитациклина, в 25-55% катитациклина, в 28-32% катитациклина и в 3-7% катитациклина. Важным моментом в противодействии распространению устойчивости к противомикробным препаратам, как в России, так и в сопредельных странах, является сотрудничество с продовольственной сельскохозяйственной организацией ОМФАУ. В ходе него был проведен тренинг в применении инструмента АТЛАС, проведены оценочные миссии в Армению, Беларусь, Каргизию и Таджикистан, принималось участие в рабочей встрече по созданию глобальной базы данных по мониторингу антибиотико-резистентности бактерий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности и во второй министерской конференции о проблеме антимикробной резистентности. Были проведены три международные конференции в 2017, 2018 и 2019 годах. В 2021-2022 годах планируется продолжение выполнения мероприятий по мониторингу достаточного количества антибиотиков и антибиотико-резистентности микроорганизмов, выделенных с продовольствием сырья и пищевых продуктов. В соответствии с планом мероприятий популяризации распоряжения правительства Российской Федерации номер 31-16 с учетом межсекторального взаимодействия в рамках концепции «Единое здоровье». Задачами проекта являются эпидемиологический мониторинг за остаточными количествами антибиотиков и устойчивость бактерий к противомикробным препаратам, продовольствия сырья и пищевых продуктов, обучение и консультации профильных специалистов, изучение и анализ фена и генотипических признаков антибиотико-резистентных изолятов микроорганизмов, выделенных из пищевой продукции и пополнения банка образцов бактерий, устойчивых к противомикробным препаратам, укрепление материально-технической базы профильных лабораторий в отдельных странах Западной Закавказья, Восточной Европы, Центральной Азии и Российского референс-центра. Таким образом, уменьшение количества употребляемых антибиотиков среди людей и в сельскохозяйственном секторе, и их выбросов со сточными водами и, соответственно, снижение при этом резистентности микроорганизмов – это важный фактор оздоровления пищевой продукции и здоровья человека. Развитие сотрудничества с международными организациями ВОЗ, ФАУ и другими – важный стратегический шаг на пути противодействия распространению устойчивости к противомикробным препаратам. Спасибо за внимание.